Хочу поговорить о том, как доводит людей до паранойи и то, что родители вообще не следят за своими детьми. То есть, да, если, например, начну издалека. Я остался как-то, когда был ребенком, один дома, и понятно, что за мной никто не следил, все ушли на работу, и я просто что-то бесился, бесился, и упал с дивана на стол башкой. И разбил себе башку. Все было в кровище. Я сразу пошел звонить своей матери на работу, и... То есть, я звоню, кровь хлыщит прямо на этот телефон фонтаном. У меня есть телефон в крови. И я звоню, и берет какая-то женщина трубку, я говорю, позовите, пожалуйста, и того, и того. И говорю еще, и побыстрее, пожалуйста. И она говорит, побыстрее, и кладет трубку. И остаюсь в своей кровище. То есть, вот такое отношение людей друг к другу. А вот как людей доводит до паранойи? То есть, попал я после школы на юридический факультет. И какие-то у меня остались школьные повадки. И я просто с этими школьными повадками пришел в этот университет. Это был юридический факультет. То есть, я абсолютно не знал, куда я попал. Вообще, кем я буду. И так далее. Оказалось, что там половина где-то, если не больше, учится на полицейских. И... То есть, вот так вот, да. И... Я там что-то о себе ляпнул. Что там меня как-то расприняли. И... Меня сразу начали просто троить, доводить до паранойи. То есть, там люди специально обученные, как что делать. Если человек, например, невозможно его... Не получается просто посадить человека. То они тебя начнут травить. Чтобы просто свести с ума, довести до психушки. И таким... Таким способом наказать просто. То есть, да. Я лежал в больнице. И у нас там один пациент был, который был тоже бывший сотрудник. И... То есть... То есть... Они других доводят до паранойи. И... Себя доводят. То есть, они просто помешаны вот на этих преступниках. Просто помешаны. И они и себя сведут с ума, и других сведут с ума. Вот. То есть, у этих людей есть какие-то методы, способы, как на тебя воздействовать. То есть, постоянно говорить о тебе, чтобы твой мозг привыкал, что тебя постоянно... Постоянно тебя травят. Постоянно что-то как-то издеваются. И... Просто они... Эти люди знают, что как устроен человек. И как психика себя просто после этого повезет. Вот. Эти люди... Они... Ну, я, конечно, про всех не говорю, но... Вот, например, один сотрудник у нас лежал, он был вообще никакой. То есть, я же был старый человек пожилой. И... Он постоянно лез там драться. Постоянно какие-то... Тапки куда-то прятал у других людей. Постоянно... Ну... Остальное я не буду говорить. Вот такие вот дела. Эти люди... Они просто... Говорят, что хотят. Они знают, что... Им ничего за это не будет. А что будет за... То, что... А почему тебя нельзя травить, например? Такого нету вообще. И... И это невозможно особо доказать. Да мне и не надо ничего доказать. Да мне и не надо. просто так у тебя за твоей социальной жизни вконтакте какие-то фотки выкладываешь что какие-то аудиозаписи там слушаешь какие какие видеозаписи просматриваешь просто хотят за что-то зацепиться и перевернуть это как-то против тебя и все мои бывшие одногруппники большинство стало этими сотрудниками то есть я был мальчишкой когда со школы пошел в университет и я просто даже мне никто и не объяснил куда я попал как себя нужно вести чтобы так будет в безопасности более-менее и после этого то есть им этого было мало я оттуда благополучно ушел там же зачем и после этого они начали включили микси террор просто какие-то преследования прошли даже все терроры даже боишься выходить из квартиры потому что стоян какие-то угрозы там люди которые сидят около твоих окон около подъезда постоянно какие-то угрозы постоянно такие слова типа счета там вконтакте удалишь там чё-то на стене и они говорят не ломай нам игру и просто какие-то угрозы и непонятно почему к твоей персоне такое внимание то есть просто сделаются как хотят захотят на ощупь и задеваться захотят на ощупь и задеваться хотят прекратят сделаться делают вообще чё хотят могут довести человек до прана в общем то есть мало того что они включают ставят человека на компьютер включают психотерапик они еще и преследуют его и чё-то сидят возле волком чё-то орут то есть вот так но за детьми здесь вообще особо ты не следят по барабану человек несознательного возрасте например даже ничего не объясняют абсолютно просто бросают в общество и сплывешь зашибись не сплывешь ничего страшного меня даже есть такие истории что люди на пляже за своими детьми не смотрят и они просто тонут и они просто потом пишут где-то в контакте на своих страничках типа как мне жаль и что-то типа такого если тебе было действительно кого-то жаль ты бы просто никого не приводил в этот мир зачем какую цель ты преследуешь ты 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 Продолжение следует...